Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну что, обещали, выполняем наши обещания. В нашей студии появляется рижская певица Полка, она же Полина. Замечательная, красивая, молодая, юная, можно сказать, девушка, но уже с большими хитами. Песни «Одна», песни «Шаг легче разрушить», которые на Ютьюбе собирают тысячи, тысячи, вообще миллионы просмотров. Миллионы, миллионы, два миллиона прослушиваний на Ютьюбе. Это же дорогого стоит для небольшой Латвии. Здравствуйте, Полка. Доброе утро, доброе утро. Насколько, вот, любовь к музыке, с каких вообще пор и откуда она появилась, потому что у каждого артиста есть, наверное, своя какая-то история, как он попадает вот в эту, как Чехов говорил, что вот надо при рождении сечи розгами говорить, там, не пиши, не будь писателем. Ну, вот он как бы так шутил черным юмором, потому что, ну, сложная жизнь писательских, кусок хлеба горек. В принципе, то же самое можно сказать и про исполнителей, потому что все-таки, учитывая сейчас, вот, раньше была какая-то система, артист записывает пластинку, пластинка продается, покупают поклонники, какая-то денежка ему идет. Вот сейчас какой-то, ну, вот мы живем в каком-то странном мире, когда, ну, артисты не могут выступать, за записи не могут продавать. В общем, как вы стали, как решились на такой вот? Да, я на самом деле абсолютно согласна с вами. Так и происходит, так и произошло. Не было какой-то такой масштабной истории, как меня подвело к этой музыке, там, сквозь какое-то обучение долгое. Я занималась абсолютно разными видами искусства и направлений, и просто как-то вот в один момент ко мне пришла музыка в мою жизнь. Я начала петь, заниматься сальфеджио, и вот так вот это подвело. То есть профессионально заниматься пением? На протяжении шести лет я играла, занималась на клавишах профессионально, и как-то в какой-то момент забросилось. Ну, естественно, спасибо этому опыту, потому что у нас остался эти знания, моторика рук. Как раз-таки благодаря этому я и пишу до сих пор песни, и это прекрасный опыт для меня. То есть песни, они создаются самостоятельно? Абсолютно. Весь текст, вся музыка, гармония, они пишутся мной, и потом уже, естественно, это как целостный продукт отправляется и делается, там, аранжировки пишутся. В зависимости от того, что хочется для песни. Других инструментов, каких-то новых битов, как это сейчас модно, и уже получается что-то такое другое в результате. А насколько вот этот процесс рождения песни действительно сложный? Потому что мы понимаем, что времена, когда артисты, ну, собственно, чуть ли не в домашней студии записывались, и там, ну, были там две гитары, барабаны, и всё. И это сейчас требует каких-то более сложных аранжировок, каких-то новых звуков модных. На самом деле, да, так и есть, так как современный мир меняется с каждым днём, естественно, добавляются какие-то новые инструменты, новые звучания, новые способы этой записи. Но, скажем так, способ, как вот раньше мы писали все на коленках, до сих пор это так и есть. Ты сидишь у себя в комнате, садишься за инструмент, пишешь песню, иногда она звучит лучше, чем на выходе. То есть ты в комнате записал это со своим микрофоном, надел наушнички, отправил и готово. А как создаются песни? Вот тот самый хук, потому что, ну, вот идёт человек, видя, там, не знаю, зимой уронила торговка лоток с яблоками, яблоки на снеге, яблоки на снеге, и пошло, и понеслось. И покатилась яблонька. Так и происходит, на самом деле. То есть я могу выйти из эфира, впечатлиться и написать о том, как вот меня впечатлил Олег Пега. Ну, как бы иронично... Олег, надо постараться. После этого эфира мы станем героями песни, может быть, целого альбома и... Ну, как бы иронично это ни звучало, на самом деле так и есть. То есть лично за себя могу говорить, что я вдохновляюсь абсолютно любыми вещами. Это могут быть и чужие истории, хорошие, плохие впечатления, так и просто обыденно какая-то жизнь, вот прекрасный эфир. Всё, что прозвучало перед эфиром, я теперь боюсь, действительно ляжет вас получше. А за эфиром мы просто пообщались о таком достаточно интимных моментах профессиональной жизни, я вот так это описал. Полка, скажите, пожалуйста, вы же занимаетесь профессионально вокалом, ваш педагог Кристина Корвин, тоже наш большой друг. Кристина, кстати, привет, пользуюсь случаем, где есть у нас камеры. Давно тебя не было, приходи тоже. А насколько это востребовано, ну, всё-таки, надеюсь, Кристина не обидится на этот мой вопрос, достаточное же количество различных программ. Тот же самый автотюн взял, подтянул голос, зачем правильно уметь петь, если можно немножечко позволить себе лениться. Или это что-то внутреннее не даёт расслабиться, нет, вот всё-таки нужно делать правильно. На самом деле я бы даже сказала спасибо за этот вопрос, потому что для меня лично, хоть я в юном возрасте, 18 лет, я считаю, что я несу абсолютно полную ответственность за своё творчество, за своё исполнение. И мне кажется, важно поддерживать свои навыки. И да, возможно, для кого-то сейчас уже вокал и способ развития через педагога уже не так популярен. Все такие умные, просто спели, записали тот же автотюн, свели, ну, выпустили под какой-то красивый хук. Мы залетели в так называемые тренды. Но мне кажется, что это важно, самосовершенствоваться, учиться, развиваться. Причём, мне кажется, нет предела совершенства. И когда, даже если ты профессионал, то же у Кристины Корвин, у неё по сей день есть педагог, к которому она может и обращается. Поэтому. Психоаналитика у психоаналитика. Не поверишь, та же самая ассоциация пришла в голову. Что-то я ещё хотел спросить. Ну, так заслушалась вот этой правильной речи о своей жизни. Правильно ли я живу? Стремлюсь ли я? Развиваюсь ли я? Спасибо вам, Полина, за вот эти вопросы экзистенциальные, которые ранее утром четверга вы поднимаете в студию. А вот всё-таки, учитывая, действительно, вы сами сказали, цитирую, юный возраст. Откуда всё-таки берутся эти переживания для песен? Потому что ведь, ну, нужен какой-то жизненный опыт там иногда бывает для того, чтобы какие-то песни о любви, о чувствах, о расставании, там ещё что-то. Я не могу сказать конкретно о чём-то. Ну, я не знаю, просто как-то вот это так происходит на инстинктивном уровне, не знаю. Ты вот чувствуешь, пишешь, выливаешь это, и просто кто-то это показывает, кто-то нет. Вот как-то так, я не знаю. Для меня это не разница с возрастом, с временем. Будущее, вот каким вы его видите, своё я имею в виду, не стороны мира, насколько вот эта дорожка вот исполнителя, она вас привлекает? Учитывая, просто сразу поясню вопрос, Латвия страна маленькая, мы сталкиваемся с тем, что даже какие-то большие группы, как там Брейнсторм, Прата Ветра, они вот дают пять концертов по Латвии, и в принципе вот всё. Дальше уже понятно, что эти пять концертов, пять стадионов, они собрали всех поклонников. Есть, значит, рынок российский, есть рынок зарубежный, на российском там свои законы, тут пробиться в европейский очень невероятно сложно. Вот насколько вот это, ну и работая в Латвии, обязательно стоит вопрос языка исполнения, то есть ты работаешь на латышскую аудиторию, на русскую аудиторию, вот эти все, или английский язык, то есть это вообще, ну, то есть масса вопросов. — Я, естественно, стараюсь и хочу работать на русскую аудиторию, мне нравится страна, в которой я живу, всё нормально, меня слушают и тут, но на удивление большая часть моих слушателей — это поляки, которые думают, что полка — это полька. — Человеку зовут полка, всем больше, конечно, будут слушать. — Совсем недавно мы выпускали песню на английском языке, мы пробовали, мы пробуем, почему нет, отвечая на вопрос про своё будущее, естественно, я бы хотела уйти куда-то больше на Россию. — Если так сложится в моей жизни, что будут предложения и в Европе, пожалуйста, почему нет? — Как раз-таки в начале пандемии поступило предложение улететь в Москву с концертом, но, к сожалению, в связи с ситуацией мы не смогли уехать, но как только откроют границы, вообще спокойно, с удовольствием, я бы поехала и спела. — Как только откроют границы, мы потеряем ещё одну замечательную исполнительницу. Это очень грустно, между прочим. Но есть и позитивные новости. Не зря мы передавали привет Кристине Коровне, я вижу, он лайк поставил, даже сердечко поставил под прямой трансляцией. Спасибо большое, Кристина. — Насколько, вот эта концертная программа уже, я понимаю, есть, насколько песен хватает на уже какое-то достаточно сольное выступление или это? — Хватает, я бы сказала, хватает. И у нас есть достаточно большой багаж моих песен, которые ещё не выпущены, которые готовятся. — Одна из них, кстати, у нас вот уже рояль в кустах заготовлена. — Да, поэтому всё-всё-всё интересное только будет скоро, поэтому есть прекрасная ссылочка polkamusic.ru, по которой всегда прекрасно можно перейти, там есть социальные сети, есть ссылки для пресейвов, когда вы можете сделать пресейв на песню и первым её услышать. Поэтому следите, всё-всё-всё будет. — Мы уже уходим на песню? — Нет, мы ещё не уходим, нет, 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 мы ещё только начали разговор, да, это пока мы подводим к ней. — Пресейв. — Пресейв. Говоря вот о новых всё-таки возможностях, которые открывают новые технологии, всегда, ну как говорят, одна дверь закрывается, другая открывается, стриминговые платформы, они что дают исполнителям? Вот если раньше для того, чтобы зайти на рынок другой страны, это была целая большая история, а сейчас, в принципе, тот же самый там Spotify условный, ну и масса других дают возможность просто обратиться к аудитории других стран. — Да, на самом деле сейчас это вообще такое что-то новое, стриминги, новые платформы музыкальных площадок. За счёт них артистов слушают и слышат с других стран, то есть ты можешь быть популярен в какой-то своей определённой стране, в определённой соцсети. — Сеть. — Ну правильно, сеть, ну какая разница. — Да. Но тебя могут слушать там миллионы людей на Spotify или на Apple Music и на других платформах, поэтому стриминг сейчас на пике своей популярности, многие артисты сейчас на этом как раз-таки и зарабатывают большие деньги. — А на чём зарабатывают деньги вот артисты наши, латвийские? То есть это что-то приносит больше выступления, стриминги, записи, вот как? — У кого как, но в основном стриминги, вот говоря о своём опыте каком-то, то это больше стриминги, прослушивания и да. Так как выступления особо у меня ещё не было, но мы ждём, ждём, все ждём. — Может, примем звонок из-за хера? — А, да, тогда попросим надеть наушники. — Да, открывается телефон уже не первую минуту. — Здравствуйте. — Алло, доброе утро. — Доброе утро. Ну вот всё-таки не удержался. Вы вот сказали Польша, Полка. Вот вы в Россию выйдете с псевдонимом Полка, да? Ну вот какие-то вещи я не понимаю, замечаю, что люди многие думают так же, как я. То есть Полка в русском языке что обозначает? И вот вы красивая девушка, хорошо говорите. Вот я не поленился, включил, посмотрел. И вы Полка. Ну, как понять? — Я понимаю, да. Спасибо. — Я не хочу грубить с утра, но у тебя там же РК есть. — Понятно, понятно. Спасибо. — Ну да, здесь часто бывает, что написано это по латинице, и у нас в Латвии воспринимается это по одному. — Нет, ну я уверен, что Полине хватает самой иронии воспринимать именно то, как это считывается. Полка есть полка. И у меня лично, помнишь, была такая сценка Роуна Аткинсон с Элтоном Джоном. Он его постоянно подкалывал в течение пяти минут. Я говорю, вы никогда не задумывались поменять имя и фамилию? Мол, Джон Элтон, звучало бы более логично. На самом деле, почему Полка? Сталкивались ли вы с недопониманием и готовы ли поменять сценическое имя? — Да, российского рынка, да. — Вообще, мне кажется, что в этом нет надобности, потому что всегда, в любом случае, будет недопонимание, какое-то исковеркование твоего настоящего имени, твоей фамилии, и тем более твоего псевтонима. Для кого-то он понятен, для кого-то нет. Кто-то сразу на слух примет, что это Полка, а не Полька. Для кого-то потребуется на это время обменять, я его не буду, мне оно нравится в первую очередь. Меня называют Полка, меня называют по имени. Объяснение какой-то транскрипции у него нет, просто Полка. О создании этого псевдонима я совсем недавно с Ренатой, у меня было вчера интервью вышло, очень большое, достаточно. И я, собственно, даже и не вспомнила, как создался этот псевдоним. Ну, вот как-то случайно, и он мне понравился, и я поняла, что это моё. Вот и всё. Поэтому это меня ни в коем случае не обижает. Есть-есть, Полка, Полка. Ну, мне нравится эта уверенность. Опять-таки, даже вспоминая тех же самых Брэйнсторм, которые в Латвии выступают как парад Аветра, ну, то есть, тут тоже есть какой-то вот момент раздвоения, например, кто-то выбирает и такой Путина. Да, конечно. Нравится человеку называться Полка, ну, так это можно только приветствовать. Смотри, на самом деле, какая уверенность. Зови Брэй, только можно, такой уверенно. Кому-то нравится чай, я же не буду вас за это кидать камнями. Алина, вот у меня вот вопрос. С вашей внешностью, с такими, ну, внешними данными, не было ли желания попробовать и модельные карьеры? То есть, насколько вот здесь какие-то предложения интересные, потому что, ну, вот мы видим и фотографии, вот, ну, арт-бук к песне Банни, которая вот у нас вот-вот совсем скоро прозвучит. Там тоже, ну, действительно очень красивые фотографии, и нет ли предложений вот? Спасибо за такие комплименты. Для меня это всегда, на самом деле, сложно воспринимать критику и, наоборот, комплименты, потому что я достаточно застенчивый такой ребёнок, артист. Не поступали предложения по поводу того, чтобы куда-то уйти в моделинг или сняться для какого-то другого продукта, не для музыки. Нет, я не вижу себя в этом. Ну, мне нравится фотографироваться, я иду к этому, я иду к тому, чтобы принимать себя, свою внешность, с этим очень сложно. Но я больше про музыку, мне нравится писать песни. Ну, то есть, внешность использовать вы не планируете как-то? Я никогда, никогда не пыталась пробиться через это. Хотя вот здесь спрашивают, можно ли без спонсоров стать популярной певицей? Я, собственно, не знаю, насколько я популярна, но популярна в своём кругу, не было никогда, у меня ни спонсоров. Я всё сама, сама нашла людей, люди нашли меня, мы вместе, потихонечку, шажками маленькими пришли к тому, что есть. К двум миллионам. И идём дальше. Ну, это круто, на самом деле. Да, надо будет, может быть, несколько всё-таки слов сказать про песню Бани, перед тем, как мы её поставим в эфире, вот если можно. Очень, мне кажется, такая искренняя лиричная история, новый формат песни для меня, потому что мы в очередной раз экспериментируем, ищем что-то новое, за что зацепится слушатель, что ему будет больше интересно. И, естественно, в моём творчестве такая акустическая, интересная история любви. Тут, вот я не люблю говорить о своих песнях, на самом деле, и объяснять их, я люблю, когда их слушают, что-то для себя принимают, что-то понимают. Вот каждый находит своё, и вот мне от этого приятно, честно. Клип будет? Нам поможет, перед тем, как прозвучит ответ, нам поможет разобраться цитата из релиза. А по звучанию это микс современной танцевальной музыки и вайба 80-х, 90-х. По настроению это что-то меланхоличное, но со смыслом на поверхности. Ну, прекрасно рассказано. Так что с клипом? На самом деле, пока мы в раздумьях об этом, поэтому у нас есть лирик-видео, которое будет выходить как раз-таки завтра с премьерой песни. А если оно наберёт какое-то большое количество просмотров, если у слушателей будет в этом, они будут заинтересованы в этом, мы вообще спокойно его снимем. Но пока как-то не планировалось, чтобы конкретно мы его снимем. Конечно же, наберёт. И в этом вам поможет Радио Болтком и замечательный портал Микс Ньюс и наши социальные сети, куда мы это поставим. Да, тогда премьера песни Бани. Спасибо огромное. Привет, Сполка, в нашей студии. Спасибо.